В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Инаугурация Любимова. Еще раз расскажем, как прошло историческое для области событие. И будущее сельского хозяйства. Рязанские поля обрабатывают робот-трактор. Николай Любимов официально стал губернатором Рязанской области. В понедельник в Театре драмы прошла торжественная церемония вступления в должность. Губернатор официально. В зале драмтеатра аншлаг. Политики, общественники, работники медицины и культуры, почетные гости. Всех не перечислить. И все они собрались не ради спектакля. Сегодня торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Рязанской области. И вот назначенный час. Весь зал наблюдает, как Любимов входит в Театр драмы. Поднимается и вот появляется в зале. Присутствующие встречают главу области аплодисментами. После небольшого выступления председателя избирательной комиссии Владимира Грачева, Любимов принимает присягу на Конституции и Уставе области. И, наконец, официально становится губернатором. Я, Любимов Николай Викторович, при осуществлении полномочий губернатора Рязанской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть верным народу Конституции Российской Федерации, уставу основному закону Рязанской области, соблюдать федеральные законы и законы Рязанской области, честно и добросовестно выполнять возможные на меня высокие обязанности губернатора Рязанской области. После ему вручают должностной знак губернатора Рязанской области. Николай Любимов произносит торжественную речь, в которой еще раз говорит о приоритетах в своей работе. Привлечение в область инвестиций, развитие цифровой экономики, повышение качества медицинской помощи и строительства дорог. Победа на выборах – это огромная ответственность и перед президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и перед жителями этой области. Я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Впереди большая, серьезная работа. И начинает принимать поздравления. Слова на путствие звучат от представителя президента ЦФО Александра Беглова. А к поздравлению Беглов подарил любимому икону. Символично – образ Николая Чудотворца. Проблем будет очень много. Это строительство иного онкологического центра, июжного обхода, и много-много других вопросов, которые нужно решить в Рязанской области. Я бы хотел подарить вам на память эту икону, и пусть Николай Чудотворец оберегает вас и Рязанскую область. Во всех ваших благих начинаниях. Икону Николая Чудотворца губернатору подарил и епископ Касимовский Исасовский Дионисий. Он зачитал поздравления от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Слова поздравления также прозвучали от члена Совета Федерации Игоря Морозова. На церемонии присутствовали представители администрации президента, правительства страны и Госдумы, областные и муниципальные чиновники, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели, а также экс-губернаторы Вячеслав Любимов и Олег Ковалев. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Паркоматы в Рязани установлены с нарушением закона о защите прав потребителей. К такому выводу пришли рязанцы. Горожане готовят обращение в прокуратуру. Время – деньги. На улицах города уже не первый месяц работает система платных парковок. Еще 11 улиц платными сделать планируют уже этой осенью. Тем не менее, у многих автовладельцев до сих пор возникают проблемы с оплатой парковки. 20 рублей – сумма небольшая. Но только вот наличные система не принимает. Да и к банковским картам относятся избирательно. А возможность оплатить через специальное приложение с помощью интернета есть не у всех. Современные смартфоны до конца не вытеснили обычные сотовые телефоны. Юристы поясняют – паркоматы на рязанских парковках работают с нарушением закона. То есть, если на территории муниципального образования, то есть город Рязань, кто-то не принимает наличные денежные средства, то есть национальную валюту, принятую в Российской Федерации, он ограничивает ваши права по использованию денежной единицы, которая должна быть в Российской Федерации в ходу в различных вариантах. И никто не имеет права вас заставлять платить в том виде, который придуман, может быть, суперсовременным каким-то мальчиком или девочкой, которая решила свои знания привить абсолютно всему населению города Рязани. То есть, это затрагивает интересы десятков тысяч автолюбителей, у которых в кармане есть 20 рублей, способные оплатить наличными за час парковки. Но нет, у них эти деньги никто не принимает, они должны иметь навороченные смартфоны. Юлия Архарова столкнулась с проблемой платных парковок сразу в 8 раз. Ровно столько штрафов пришло ее мужу. Она уверена, паркоматы в нашем городе установлены с нарушением закона о защите прав потребителей, а также гражданского кодекса. Закон о защите прав потребителей, пункт 16.1, гласит, что любой гражданин имеет право оплатить товар или услугу наличными деньгами, банковскими купюрами национального образца. Ни одного паркомата с купюроприемниками на тех местах, откуда пришли штрафы, не было. Поэтому мы отказываемся платить. Юлия и ее супруг направили заявление в Роспотребнадзор и создали петицию с требованием провести прокурорскую проверку. В обращении говорится, что многие водители оплачивать штрафы не намерены, пока в городе не появятся паркоматы с купюроприемниками. Кроме того, штрафы приходят даже за те случаи, когда машина стоит не на специально отведенных местах, а непосредственно перед и после поворота на дворовую территорию. Это нарушение правил дорожного движения, но оно не попадает под действие законов о платных парковках. И выписывать эти штрафы имеют право только сотрудники ДПС. На основе этого случая мы с мужем создали петицию, которую подписывают люди. Уже порядка 300 человек подписало. И после чего обращение будет передано в Рязанскую прокуратуру. С похожими ситуациями сталкиваются и в других городах страны. В Екатеринбурге Управление Роспотребнадзора провело проверку и признало, что паркоматы в городе работают с нарушением закона, а автомобилистам разрешили не оплачивать стоянку на тех платных парковках, на которых нет возможности оплаты наличными. Получится ли у Рязани защитить свои права, как это получилось сделать у столицы Урала, увидим уже скоро. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанские инженеры хотят существенно облегчить жизнь работников сельского хозяйства. Ученые испытывают автоматизированный робот-трактор, который уже сейчас может и поле засеять, и урожай собрать. На фоне комбайнов и тракторов, которые вовсю сейчас работают в поле, этот трактор на первый взгляд ничем не отличается от остальных. Только присмотревшись, можно увидеть, что в кабине нет пилота. Трактором управляет робот. Вместо водителя на привычном месте стоит вот такое мехатронное устройство, которое называется «Аватар». Это устройство закреплено на сидении, подключено к рулю, ко всем педалям, и выполняет весь функционал, который должен выполнять водитель. Тракторист, который работает в три смены и не совершает ошибок, управляет движением специальный компьютер, в который загружается программа в зависимости от вида полевых работ. Однако данные о перемещении трактора поступают и диспетчеру. Робот ориентируется на данные с карты полей и несколько видеокамер, как своеобразные глаза машины. В режиме реального времени изображение поступает в диспетчерский центр. Одновременно один человек может удаленно управлять сразу десятью такими машинами. Это мобильный диспетчерский центр, который установлен неподалеку от поля, в котором работает беспилотная техника. Сюда собирается вся информация от работающих тракторов. Получаются картинки с видеокамер, данные со спутниковой навигации. Отсюда инженеры, программисты, диспетчеры могут управлять техникой, могут исправлять какие-то ошибки, могут переводить технику в ручной режим, а также отрабатывать новые сценарии и ставить новые задачи по обработке необходимых участков полей. Те, кто в сельском хозяйстве, уже давно признают, не то чтобы мечтать, представить когда-то себе такого даже не могли. Представь себе, вон там идет трактор, а в нем никого нет. И сегодня готовы брать роботы на вооружение. Беспилотная техника в поле должна в значительной степени повысить эффективность фермерских хозяйств. В этом уверены не только создатели агробота, но и ведущие агропредприятия. Очень эффективно. Ведь когда мы работаем просто техникой, физически человек сидит, то есть перекрытия какие-то, есть какие-то перезатраты нормативов. А здесь все как бы автоматизировано и работает очень четко. И мы получаем продукцию, понятно, что значительная низкая себестоимость. Но если добавить качество, то мы абсолютно конкурентоспособны. А второе, в чем уверены фермеры, именно инновационные решения помогут привлечь в сельское хозяйство высококвалифицированные кадры. Нельзя тогда говорить о том, что село умирает, потому что туда никто не идет. Я думаю, что в село будет очередь, кто может устроиться на селе не только на работу, но и жить. Для самих фермеров немаловажное качество – окупаемость. Впрочем, разработчики говорят, что затраты окупаются в течение двух лет за счет повышенной работоспособности. В прямом смысле слова, машины пашут и днем, и ночью. На сегодняшний момент мы видим следующую модель. 10 агроботов будет управляться двумя операторами. Это управление может занимать по времени 24 часа в сутки. Два оператора одновременно могут контролировать работу 10 тракторов. Исходя из того, что два оператора будут заменять с собой 10 трактористов, в результате чего произойдет экономия по фонду оплаты труда и выше названных параметров. Уже сегодня первые в своем деле готовы переместиться из кабины трактора в диспетчерский центр. Андрей – двукратный победитель чемпионата страны по пахоте. Трактор-робот разглядывает с интересом. Качественно, добросовестно выполнять свою работу. Когда ты просто по полю едешь, и ты все равно, если будешь стараться ехать попрямее и качественно выполнять свою работу, не закрывать глаза на всякие небольшие недочеты. Если этот трактор покажет себя очень хорошо, зарекомендует себя в поле, тогда действительно я бы переместился в диспетчерский центр. Задача этих испытаний – отработать в этом сезоне полный цикл посадки озимой пшеницы, чтобы в следующем году уже собрать урожай. Планы на ближайшее будущее – полностью автоматизировать систему сбора и обработки урожая. По словам разработчиков Агробота, им понадобится два года, чтобы окончательно устранить все недостатки конструкции и начать поставки сельхозпроизводителям. Алена Куколева, Игорь Глотов, селекомпания «Город». В обычное время пешеходы двигаются по тротуару. Эта часть оговорена в правилах дорожного движения. Оно и понятно – движение там безопасное. Правда, что делать, когда из-за ремонтных работ отсутствуют и тротуар, и обходные пути? Вам расскажет об этом Валерий Седов. Улица Соборная. До потока машин буквально полтора метра. Пешеходной дорожки здесь нет. Об этом сказано еще на улице Петрова. Там висит информационный плакат. А чуть дальше и вовсе перекрыто движение. Правда, людей это не останавливает. Ну, опасно, конечно. Нам туда, конечно, надо переходить. На ту сторону. А вот мы спешим. Ну, опасно, да. Видите, какое строительство. Страшно. Вот я иду и думаю. Сейчас бы вот стоят. Я не видела, что фотографируют. Работникам сказать. Хоть бы отгородили. Вот идешь с ребенком. Ну, вот все идут. Тут вроде как огорожено знаками. Где же тут еще типа эта страна-то? Пройти по улице Соборной в настоящее время можно только по одной стороне. Здесь и светофоры, и пешеходные переходы. В общем, двигаясь по тротуару, опасность вам точно не угрожает. А вот напротив, все куда хуже. Если после поворота с улицы Петрова вдоль проезжей части стоят дорожные знаки, дальше двигаться вовсе опасно. Ремонтная работа ограждает забор, с которым вплотную находится оживленная трасса. Если с одной стороны пешеходы уведомлены о том, что движение запрещено, то с другой их ждет сюрприз. Если вы идете со стороны улицы Ленина, то тогда упретесь в настоящий тупик. О котором, кстати, ни слова не сказано. Здесь ремонтные работы придется обходить прямо по проезжей части. Не обязательно даже ходить по дороге, чтобы понять. Участок на улице Соборной не обустроен для пешеходов. Для молодых людей вернуться назад и скорректировать свой маршрут труда не составит. А вот у пожилых это настоящая проблема. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Представители мотоклуба «Ночные волки» организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. До конца этой недели всех неранодушных граждан представители мотоклуба ждут на площади Театральной. Гуманитарную помощь жителям Донбасса собирают на площади Театральной. С 10 утра до 9 вечера здесь находится стационарный пункт приема вещей, организованный мотоклубом «Ночные волки». В течение недели до 23 сентября каждый желающий может принести продукты длительного хранения, крупы и консервы, а также теплую одежду, медикаменты и средства личной гигиены. Некоторые по телевизору, некоторые там бывали, видели, как там тяжело и очень тяжело. Некоторым людям, которых остались без домов, без близких и родных, вообще не на что даже одеться, покушать. В Рязани акция проходит впервые, однако она уже зарекомендовала себя в других городах России, где находится отделение мотоклуба. Рязанцы также активно включились в благородное дело. За первый день удалось собрать несколько пакетов необходимых вещей. Люди, прочитав флайеры, доходят буквально вот прямо до ближайших магазинов, аптек, приносят перевязочные материалы, антисептики, йод, зеленка, покупают геркулес, пшено, макароны, масло. То есть все то, что в принципе необходимо, можно спокойно довести. По итогам акции большая делегация ночных волков выдвинется в Луганскую Народную Республику. Молодые люди сами отвезут собранные вещи мирным жителям – старикам, детям и женщинам Донбасса. Продукты и лекарства отдадут лично в руки тем, кто в них нуждается. Наши братья из Луганска, там наше отделение находится, они нас будут встречать на границе с Россией. И оттуда, то есть мы проедем до Луганска, в Луганске все разгрузим. Напомним, что боевые действия на территории Донецка и Луганской областей начались в апреле 2014 года. Однако достичь договоренности не удалось до сих пор. Сегодня на брифинге заместитель командующего оперативным командованием Республики ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Машину оставить на стоянке и прогуляться пешком. В пятницу прошел Всемирный день без автомобиля. Как правило, эту экологическую акцию поддерживают тысячи городов во многих странах. Как отметили ее в Рязани, знает Анна Герцовская. Во Всемирный день без автомобилей в Рязани состоялось множество мероприятий. В парках прошли велопробеги, в образовательных учреждениях для детей были проведены лекции на тему экологии и необходимости соблюдения правил дорожного движения. В этот день сам мир просит остановиться и подумать о сохранении экологии и поддержании здорового образа жизни. Так что, может быть, начиная с 22 сентября для многих велопрогулка станет частью жизни. Поскольку такой вид транспорта считается одним из самых экологичных, представители администрации города Рязань в день отказа автомобилей также совершили велопробег. Колонну, которая проследовала в Мемориальный парк, на открытии соревнований по велокроссу возглавила начальник управления по физической культуре и массовому спорту города Рязань Марина Кощеева. От имени и по поручению исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Сергея Юрьевича Карабасова я вас всех приветствую. Хочу поздравить с замечательным праздником в жизни каждого человека. Вы своим примером показываете, что мы можем частичку вложить в экологическую ситуацию не только в нашем городе, не только в нашей стране, но и во всем мире. Зарядиться энергией и бодростью собрались велосипедисты разных возрастных групп. Но перед тем, как выдвинуться на старт, они прошли через небольшую разминку, согрелись на массовой зарядке, а также увидели выступление кандидата в мастера спорта по велотриалу. Старт был дан, и уже через несколько кругов определились победители. Как известно, направления в велоспорте бывают различными, как и сами велосипеды. И велопрогулка может быть не только полезной, но и интересной. А в случае рязанца Руслана Качаева еще и весьма неординарный. Молодой человек сам делает велосипеды. Примерно лет пять назад я увидел подобный велосипед и подумал, что хочется такой себе тоже. Посмотрел, где их продают, но они достаточно дорогие. Тут понятно, почему они дорогие. У меня появилась идея самому попробовать что-то такое собрать. Я, конечно, долго ковырялся, но вот этот велик я несколько лет собирал. Около трех лет Руслан переделывал этот велосипед, менял его длину, колеса. Модель становилась то выше, то ниже, поскольку молодой человек работал на глаз. Он получил хороший опыт и после этого создал еще шесть велосипедов для девушек, мужчин и детей. Такие байки обычно делятся по категориям. Лимузин – это удлиненная модель. Лоу-райдер – это низкопассажный велосипед. И чоппер, который по стилю напоминает знаменитый мотоцикл. А конкретно этот велосипед сочетает в себе все три направления. Он совершенно необычный. Здесь за основу взята рама американская. Я ее немножко модернизировал, удлинил. Сделал из... Она была изначально моделью чоппер, а стал лимузин. Я изменил немного руль, удлинил его, ребро жесткости сделал. Это седло вообще используется для барабанных тронов. Вот, то есть... Ну, для барабанщика, когда барабанщик играет за установкой, используют такое вот седло. Ну, я там его, ну, придумал крепление, как бы, и уже установил сюда. На нем очень удобно кататься. Некоторые детали были привезены из Германии под заказ. А это пламя было сделано в Рязани с помощью лазерной резки. Кататься на таком велосипеде – одно удовольствие. Он достаточно тяжелый. И благодаря весу велосипеду придается хорошее ускорение. Сейчас в Рязани есть подобные велосипеды, но все они стоковые, выпущенные под определенным брендом в большом количестве. А Руслан создает так называемые кастом-велосипеды, отличающиеся своей уникальностью и неповторимостью. В них он вкладывает душу. Многие детали здесь выполнены вручную. А идеи их воплощения позаимствованы даже из 60-х годов. Анна Герцовская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Школьники со всей области привезли на конкурс в Рязань овощи и фрукты нового урожая. В детском эколого-биологическом центре прошел областной конкурс ЮНАТ-2017. В традиционной ярмарке приняли участие школьники города и Рязанской области. ЮНАТскому движению исполнилось 99 лет. Легендарный для нашего города сад ЮНАТов открылся в мае 41-го года, незадолго до начала Великой Отечественной войны. А в 45-м году те, кто вернулся с фронта, посадили в саду 12 яблонегруш. Они цветут и плодоносят до сих пор. На станцию юных натуралистов в детстве ходили наши бабушки и дедушки, мамы и папы. Они изучали здесь искусство ведения огорода и выращивали свои первые цветы. Прививали яблони, выращивали сады, выращивали сады по всей области. Ну и пропалывали, выращивали цветы, клумбы, рассаду. Ну и, конечно же, еще делали исследовательские работы. Они по сортоиспытанию и по различным качествам, по составу различных овощей, фруктов. Сегодня жизнь в саду продолжает кипеть. Правда, теперь он называется детский эколого-биологический центр. Ежегодно в нем занимаются более 2,5 тысяч детей. Нам надо тоже предлагать те вещи, которые действительно сейчас интересны. Например, какой-то уникальный хендмейд из ювелирной глины, из ювелирных смол с использованием маленьких природных материалов. Опять же, флористика у нас достаточно интересное направление. Вот сейчас планируем еще разные как раз создания флорариумов, террариумов, аранжировки флористики. Акцент в детском эколого-биологическом центре делают на профориентацию и получение ребятами дополнительной профессии. Например, здесь можно изучить азы ветеринарии, лесного дела или ландшафтного дизайна. Ребята не просто в теории узнают, как выращивать, что такое, какие почвы, какие растения. Они на практике создадут свой проект и они его здесь, на нашей территории реализуют. И, естественно, они потом получат по окончании школы диплом об окончании этого проекта. Кроме того, у нас очень активно развивается второй год уже сетевой образовательный проект «Агрошкола», где ребята получают реальную профориентацию. У них часть занятий проходит на нашей базе, часть на базе Агротехнологического университета, часть на базе лучших хозяйств Рязанской области. А вот интерес юного поколения к непосредственно сельскому хозяйству несколько остыл. Однако на областной конкурс ЮНАД привезли не меньше тонны продуктов, выращенных своими руками. В ярмарке, которая проходит уже более 20 лет, традиционно принимают участие школьники из всех районов Рязанской области. Выращивали чеснок, кубачки, огурцы, ну все закрывали и привозили на ярмарку. Помидоры пахнут тем, что настоящими помидорами, никак в магазине, никак. Нет, я очень довольна. Анастасия и Екатерина приехали из Рыбновского района. Их деревня Новая Батурина славится капустой. Девушки и сами выращивают ее уже более 10 лет и знают все тонкости. Она должна быть, как вот сейчас сам распространенную капусту, сам покупает, она должна быть средняя, а если на терку, то покрупнее выращиваем. Ну, ее желательно надо пахать, удобрять и ухаживать за ней, полоть, чтобы она выросла хорошей. Если не будете ухаживать, то она вырастет маленькая, которая никому не нужна совсем. Я думаю, что гордость – это все овощи, которые мы сюда привезли. Их настолько много. У нас вот свекла. Я еще нигде такую не видела, если честно. Кабачки большие. Такая у нас грандиот, у нас размеры не славится. Да, да. В основном у нас удалось с тыквой. У нас большие опыты происходят в школе. Мы скрещиваем сорта. Школьники соревнуются в семи номинациях. Среди них – полеводство, овощеводство и пчеловодство. Их натуральные продукты уходят с лотков за считанные минуты. Кто оказался самым вкусным, определят покупатели. А вот имена самых талантливых фермеров назовут уже 21 сентября. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Я напомню, что новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам хороших выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕМsa玩 basically. Л agent. КОНЕМ ! ПО還是ино. КОНЕМ combined. КОНЕМ ! НЕМСЛЯ!!! КОНЕМ 돌翻ых ! Счастливыймиратор! Мы ничего не 본. КОНЕМ ! КОНЕМ ! ОТЬ СЮcribed 안돼 ! КОНЕМ ! КОНЕМ ! КОНЕМ ! А Augen ! Субтитры создавал DimaTorzok